Теперь мое утро начинается именно так. Но как мы к этому пришли, чтобы его начинать именно так? Моя дочь ушла с гимнастики с бойкотом, что не хотела уже выступать на художественной гимнастике. В свое время моя мама выступала на художественной гимнастике, но дочь отказалась от этого. Мы решили послушать ее, хотя она выступала уже за испанские клубы на высшем уровне. Но мы решили ей пойти навстречу, и пускай, если она не хочет заниматься, то пускай будет так. Первое, что нам очень близко и понравилось, это было просто катание на лошадях. Ей нравились лошади, и она захотела просто ходить на лошадей. Мы стали ходить на лошадей, и в течение года мы ходили на этих лошадок, катались просто по кругу, без всяких препятствий и тому подобное, без всякого прогресса. Просто обучались сидеть в седле, скакать рысью и тому подобное. Это все было в процессе где-то час в день, но это было два-три раза в неделю. И в этом году мы ее отдали на кампус, в лагерь, вот сюда, где клуб прям есть, именно на таком поле с препятствиями. Прыгать через препятствия на лошадке. Мы решили, ну ладно, пускай будет в лагере. Она две, две с половиной или три недели побыла в лагере, и ей очень зашло. После этого вот мы уже второй месяц занимаемся, ее отобрали так, чтобы она выступала уже за клуб. Вот, но сколько стоит содержание ребенка в клубе, да, если она вступает в клуб? Так, если просто приходить, это будет 160 евро стоить, а если в клубе, это уже другая цена. Вот, вон она, она проезжает. Вот, это уже будет другая цена. Получается так, если ты берешь лошадь в аренду, это где-то 3000 евро в год. Плюс к этому добавляются все расходные материалы, да, в формате того, что она, там, седло, ей купить лошадь какает. Вот, и пошла дальше дочь. Вот, ей надо седло купить, там, принадлежности для лошадей, для чистки и тому подобное. Вот, ухаживать за лошадкой, приходить, наверное, немного раньше. Например, аренда лошади 3000 и плюс каждый месяц ты платишь где-то 300 с чем-то евро за то, что она обучается именно и прыгать через барьеры и тому подобное. И потом будут соревнования, выступления, это дополнительные расходы ложатся на родителей. Ну, вот, примерно вот в этих, вот в этих расценках ты крутишься, да. Там идет специальный жилет еще, который как подушка безопасности в машине раскрывается. Он где-то 300-400, да, по-моему, евро стоит. Плюс, что там самое дорогое седло еще идет из дорогого. Остальное уже так, достаточно все в разумных ценах. Седло, наверное, будет стоить, ну, евро 700-600, наверное, 500, я не знаю, если честно. Еще не приценивались. Ну, вот, какие-то такие вот истории происходят. Вот, и теперь приходится, во-первых, больше заниматься. Это обязательно три раза в неделю. Не один час, а, наверное, уже два и больше, потому что тренер сказал, что это ненормированное время. Если она приходит, она может и два с половиной часа заниматься. Главное, достигать результата. Это считается чуть ли не самая лучшая школа в Испании. Вот, но меня смущает одно. Тут подъезд к дороге, вот, просто. В Испании очень сложно найти дорогу, которая была бы, ну, грунтовая. Но вот тут именно такой вариант. Кривая дорога такая, пыльная вся. Вот, помыл машину, один раз ездил на тренировку с дочерью сюда. И все, и машина в пыли. Это не очень, и не очень удобно, с одной стороны, ехать досюда где-то. Ну, полчаса, наверное, минут 25 от нашего дома. Но, во всяком случае, что хотят дети, то не всегда хотят родители, с одной стороны. Но я поддерживаю ее желание, она прям горит этим. Посмотрим, что из этого выйдет. Так что, с вас лайк, подписка, если понравилось. И пишите комментарии, что вы по этому поводу думаете.